Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в восьмой выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Прошлый выпуск выдался очень вкусным по квестам с провизией. Нашел клондай консервный и вынес около 20 штук. Сегодня в планах сходить на таможню за посылкой для механика и, по возможности, на локацию берег для терапевта. Квесты уперлись в отсутствие ключей, поэтому пока нет доступа к барахолке, приходится браться за квесты, независящие от наличия доступа в закрытые помещения. Сегодня я постараюсь поискать эти ключи, попутно, либо намеренно. Может быть, по счастливице я найду нужный ключ. Сесия Кэпфелл, Блокеукас, Психоз, Артем, Штурман, Скитарий, Станислав, Дройд, Саня, Грандиас, Тимур, Сенсей, Дмитрий, Дисхед, Ворон. Спасибо большое за щедрость и добрые отзывы. Будем стараться держать планку. Чё, погнали ключи искать. Всем приятного просмотра. Стрёмная... Стрёмная... Скромная страховочка у ПСКС. А, ну это когда меня Светлоозёрские приняли с распростёртыми. Всё, помним. Водосборник, выполняя своих сложнейшних функций и восстановление гидрации будет потихоньку. Ну а для второго уровня пока верстак, доверие у егерей и прочие вещи, которые мне пока недоступны. Обогрев тоже, улучшение закончено. Теперь у меня есть возможность восстанавливать чуть больше энергии. Но до следующего уровня тут постройки требуются. Первоприоритетная задача на сегодня это садоводство, часть третья. Нужно найти склад конфиската, мы знаем где он находится. Ключ от офиса в таможне, слава богу, тоже есть, так что это не проблема. Главное, чтоб не убили, а остальное всё. Всё знаем, всё понимаем. Врачебная тайна, часть первая. Хочу сегодня ещё успеть сходить на локацию берег и пометить маркером три автомобиля скорой помощи по этому квесту. Ещё квест, что на флешке. Надо будет попутно, если будет возможность заглядывать в какие-нибудь картотеки и в компьютерах могут торчать USB эти флешки. Всё, я медицину экстренную взял, ключик от таможни взял. А ещё баблишко хотел взять 7 тишев на всякий случай, если вдруг понадобится там экстренно покидать возле общежитий локацию. Патроны теперь могу покупать у миротворца, а второй уровень лояльности есть, и есть патроны Quake Maker. По мясу они просто перфекто. По броне, конечно, не алё, абсолютно причём не алё, но зато по мясу попадает очень даже больно. Всё, патроны зарядил, дополнительно с собой децил бюро, я пока мир захватывать не планирую, так что, хватит столько. Ну и погнали на таможню, полдень, вперёд. Так, скромненько, короче, одеваемся, по возможности. И поскакали. План есть, это зайти на таможню, забрать посылку и выйти, но если вдруг чего туда-сюда, будем по картотекам и курткам ещё смотреть. Ну, по сумкам тоже можно глянуть. Может, там сигарету найдём. Ну, спасибо, пожалуйста, меня заспаунило, в общем, в районе КПП. Теперь пока я до... блин... Да, до того же не добегу я всё сейчас. Все приключения, какие можно будет найти, найду сейчас себе туда-сюда. Ну, давай тогда, где тут куртки? Внизу. В белой времянке есть. Ой, куртки, говорю, сумки. Давай глянем, чё... Пока там... Ха, тихо. Тихо настолько, что пусто всё. Ну, давай на заправку тогда, раз близко тут. Если Ришалов будет заводскими, то Толян, сворачивай, будет. Глянем, сейчас сумку здесь. На заправе. Надо бы по-хорошему уже и ключик поглядывать. Здесь есть автомобиль скорой помощи. Тоже бы не помешало уже этим ключиком обзавести зубная паста, пацаны. На полке просто лежит и ждёт вас. Не, лампа накаливания мне положить за положитель, я заберу. Свет второго уровня же сам себя не сделает. На ВСРФ, да? Нет. Ключика нет. Есть стрельба на ВСРФ. Тут пока тихо. Значит, по этой стороне незаметно и пойдём. Это никак же тоже бывают флешки. О, ещё одна лампа. Ништяк. На гости. А, это дикий. Это дикий. Вот эта стрельба меня смущает, Децл. Заберу его разгрузку, она побольше чуть-чуть. Где-то как раз стрельба, куда мне вот идти. Я думал, там вообще безопасная обычно тропа. Более-менее. Давайте там расходитесь. Там то ли дикого кошмарят, то ли дикий кого кошмарят. То ли это вообще на мосту. Во, годится. С другой стороны, я доволен тем, что спавн здесь. То, что мне приходится с этой посылкой идти через всю локацию, будет досаднее, если ты взял её в начале и в конце не донёс там шушуть. А тут... А тут наоборот. Ходишь, лазишь, бродишь. И возле выхода посылку забираешь. Это примерно тут стрельба была, или чуть дальше, что-то. Что-то как-то тихо. Нет, никого я не слышу даже. Ну и ладно. Открыто. КПП. Кто-то тут лазил, но это... Вижу, понятно, что кто-то тут лазил. Где-то, видимо, стычка была, или он... Не, вон, дикие живые новые СРФ. Только присевшие они, это... Кто-то их посадил там. Испугал. О! Да здесь тело лежит. Сотри, вот я, коса, возня была. Только он что-то не это... Не лутанный, смотри. Дикий анима. А вот он. Да капец, они вообще не пробивают броню ни разу. По руке попал, и он умер, по-моему. Вот тебе и квейкмейкер. Ой, я все магазины выкинул. Хорош, хорош. Ну не ожидал я, что здесь такой заряженный будет. Нифига. Что-то ты тут долго возился, парень. Он его как наживку оставил, или что, я вообще ничего не понял. Или он с ним стрелялся и решил отличиться, отхилиться. Но он не лутанный, видно было. Если был разлутан, я бы выскочил и походу огреб бы по тяжелой. О, нашел. Давай. Хотя бы один магазин будет запасной. Вот тебе и патроны, все три магазина, блин. У него похоже, что это вулкан, что ли, шлем. Там у него забрало крепче, чем мой бронежилет. Ты же один, надеюсь. Нигде тут сюрприз не лежит. Покровище-то. Конечно, ТВ-шка. Я такие бронежилеты даже и не видел. Я вон в глаза ему попадал. Куда-то бы не попадал. Вулкан пятый, ну да. Вулкан пять. Это сильная штука, конечно. Забрало, я ему все расквасил. Да я, очевидно, прям попадал ему несколько раз по лицу. Ну, парень, ну тебя 16-й левел, а одет по последнему слову моды. На MPX, кстати. Ваа, и там патронов-то. В таком шлеме застрелиться не хватит этих патронов. Все, слопал. Что, ух, нифига забрало у него. Давай ТВ-шку прям. Ой, шлем туда прям спрячу, а свои надену. Во-первых, он глухой. Во-вторых, он слепой. А что это он, наверное, как будто за забрало дыши. Так, тут тоже интересно, смотри, товарищ. О, вот мы куда и переоденем. Сейчас, наверное, и шлем, и наушники. Нормально. Ну, пацаны, я вас точно не ожидал тут встретить, ей-богу. Так, что мы сможем забрать? Мы сможем забрать... Тут у нас, о-о-о, да тут место, вагон, маленькая тележка. Это вот так. Что за нахрен? Шальные? Я думаю, шальные. Вот это было бы классно сейчас откиснуть от кого-то, да? Шальной пуля. А что, все ли, что ли? Ой, нет, тут близко уже все. Понял, пацаны. Засранцы уже ближе, чем вы думаете. А вообще, НДР-ку по-хорошему бы в руки взять, а то у меня... Йо, я бегаю, как этот. Штаны надел. Надо валы наменять. Я очень надеюсь, что это не за мной преследование какое-то идет. Так, МПХ. МПХ, наверное, спрячем. Патронов на него нет. О, тут полный. Отлично. Значим, ДР-ку берем в руки. И она. Вот мы. Поглядеть, что, по здоровью у меня? Да нормально. В рубашке родился он столько. Только стрелял и не попал. Подкрепимся. Метаболизм седьмого уже. Неплохо. Я вообще здесь по другой теме пришел. Ё-моё, у меня... Мне же надо в таможню еще зайти. Я так-то сюда не воевать пришел. А за квестовым предметом? За коробкой? Я бы тогда, знаешь, что сделал? Я, наверное, мешок тогда скину в куст сюда. Чего мне его с собой таскать? Вот так вот. Никуда он не денется. Скорее всего. А я налегке... Внедрюсь. Так, я на месте. Под задачей это найти склад конфиската. Я на складе конфиската. Закрыто. Значит, еще и лопать можно. Вон, коробка на месте. Все отлично. Но это квестовый предмет. Его видят только те, у кого активен конкретно этот квест. Вот эта корабуля. Ук. И забираем. Садоводство, часть третья. Посылку забрали для механика. Смог еще один. Смог 27 тысяч стоит, между прочим. Даже без галки. Давай, у меня две пачки сигареты, я пошел. Тушенка. Спасибо. Кулер. Хорошо. Сможемся для аэродинамики, если что. Тут бежать было быстро и легко и комфортно. Пойдет. Возвращаемся. Давай вот эту хотя бы картотеку ближнюю глянем. Понятно, что мешок у меня битком, но мешок это не та цель. Деньги у меня сейчас не первостепенная задача. 203. У меня есть 203. Все, ну и ладно. Ну и домой тогда пойду. Перекресток есть выход. Значит, на перекресток и дверем. Мешок мы не стырили. А вот лежит красивый. Сейчас буду... Как улитка, конечно, телится. Хорошо, что недалеко выход совсем. Вот и хорошо. Вот и нормально. Вот и добра еще вынес кучу целую. Да, не рассчитывал, что я 17 минут буду выносить эту посылку с таможни. В верстаке я готов варить по проводочке. Я специально силовой кабель нашел. Вот, запустим. Пусть они варятся. Сейчас 2 часа примерно будет вариться с включенным генератором. Сейчас ради интереса посмотрим, если выключить его. 28 часов. К садоводству, часть третья. Готово. Посылку передаем и можем педалить на берег. Астапе, садоводство, часть четвертая он мне выдает. Вот, куда мне нужны были кулеры. Сюда мы можем передать пока только 3 кулера. Еще 5 кулеров надо будет раздобыть. И 2-3 видеокарты. И стрелок от бога он мне дает со 100 метровками в голову в лесу, резерве, берегу и таможне. Этот квест я, конечно же, их планировал делать пораньше. Потому что в прошлом вайпе я гундел, что мало народу, мало и все такое. Но тогда я стремился к капе, а в этом сезоне капа это уже не цель. Здесь я просто играю по кайфу. Поэтому пока я оставлю этот квест. Попозже как-нибудь, где-нибудь, да сделаем его. Посмотрим вообще, как пойдет это дело. Но квест есть. Может быть, где-то попутно случайно его буду выполнять. Мне нужен будет маркер один. Два штуки у меня имеется. Посмотрим, где заспавнимся. Если возле тоннеля, то там сразу рядом две машины стоит. Так что, поживем, уверен. Все, я готов. Так, идем на берег. Идем в 16.06. Погода хорошая. Настроение отличное. Почему страховка не работает, я чуть не понял. Странная какая-то фигня. Ну, а вот нормально. Все, пошли на берег метить автомобили скорой помощи. Ну, план простой на этот рейд. Мне необходимо просто-напросто выгрузиться, пометить три автомобиля скорой помощи и выйти с локации. Больше от меня ничего не требуется. Угу, понял. За Лазурным меня, в общем, заспавнило. Сразу тут глянуто и не чай лод. Три автомобиля. Один из них как раз на территории Лазурного. Мне в любом случае пришлось бы туда идти, но с той стороны, со стороны... Так сказать, вертолета было бы проще немножко. Уже там выскочил быстренько, фуг поставил и ускакал. А тут пройдется через административку. Через административку. Ладно, будем... Будем аккуратны. Быстро, но аккуратно. На ранних таймингах Лазурку, конечно, стрёмно идти. Для аэродинамики вазелин. Все, если мне его пробьют ноги, или перелом какой будет, то я хромать не буду, так как... Вазелин-то и бейсболл. Мне не больно будет. Ну что, незаметно тут проскочить можно будет. Сразу на крыльцо. Почесать... Проскочить в сторону вертолета. Вроде тихо. Но мне прям в лоб сейчас могут выходить, ребятушки. Как бы стрёмно бы ни было, тянуть тоже не вариант. Надо быстренько делать. Вот так примерно. Раз. Пожалуйста. Кто-то уже со стороны коттеджи подходит наоборот. Ой, я бы вот это забрал. Пам. Со стороны коттеджи, со стороны коттеджи. Через низ тогда я пойду. Все, готовченько. Нет, все нормально. У меня на берегу больше нет никаких квестов. Но есть зато соседи какие-то злые. Он, видимо, диких там отстреливает, что ли. Ну, давай, занимайся, что ли. А я вдоль канала. Вдоль канала. Только вот дикие, если тут сейчас есть, они меня не из-за этого валят. Не спалили бы. Вроде нормально все. Все, сейчас. А, нет, есть кто-то. Подожди, не стреляй, пожалуйста. Да блин. Ну, нафига ты вот это делаешь? У меня как раз выход на тоннеле, и там на тоннеле две машины скорой помощи. Все, пометил, вышел. Забыл, как страшный сон. Тут место еще открытое. Давай, наверное, я лучше отдышусь день в кушарах. Погода шепчет прям. Подъехала голова-уши, 4-5 минут хватило откиснуть. Ну, главное, что я помет... Да дикий меня спалил, урод. Сто пудово. Самую страшную машину, которая находится на территории лазурного берега этого санатория, мы уже пометили, так что осталось две машины простенькие. Сейчас добьем. Мне медицину зунды. Два маркера имеем. Все, я готов. Вперед на берег. 17.37. Много времени мне не нужно. С одного конца карты в другой перейти, и вся любовь. Где бы я не заспавнился, мне в любом случае будет удобно нахождение этих автомобилей и скорой помощи. Не надо зигзаги рисовать по всей карте. О, я на коттеджах. Ну, не на коттеджах, а на этом, деревне, в общем. Сразу тогда пойду и помечу свои автомобили скорой помощи. Избавлюсь от маркеров, и это вообще класс будет. Здорово то, что даже если гибнешь, не надо заново брать маркер и идти еще раз его метить. Я не помню, раньше такого, по-моему, не было. Вообще логично. Но в конце необходим будет выход с локации успешный. Не знаю, правда, зачем он нужен успешный. Так-то маяки поставил, включил, все. Вот она, первая машина. Блин, ну, все равно жутковато. По сравнению с жарой, которая сейчас за окном, здесь дождик в таркове, так освежающе звучит. Мазюкнемся. Есть, врачебная тайна. Второй автомобиль прямо на краю дороги. Вот он. Все, ждем 30 секунд. Так, что я еще хотел, помимо того, что пометил? Я бы хотел еще, знаете, что сделать? Дорога на таможню. Временный КПП на прочале. Я хотел сходить на коттеджи. Мне нужен ключ от коттеджа. Можно будет посмотреть его там на бочках. Все, отлично. Врачебная тайна подзадача выполнена. Значит, выживание и выход нужны обязательно. Ну, ладно. Переживем как-нибудь, как говорится. Ключ от ЗБ, 14-й у меня отсутствует. Надо бы... Вообще, по-хорошему, здесь где-нибудь по сумкам, по курткам пошариться, сигарет найти. Ключи в куртках. Здесь курток, гора целая висит. Но здесь чаще встречаются ключи от этой локации. Внедряемся в открытый, территорию открытого коттеджа. И давай шарить. Патрон взял 8,5,5. Другие вроде бы есть, но я не стал заморачиваться. Не на пвп иду, поэтому не... О, нормально. Не на пвп иду, так что. Что есть, тем выше. Доляры, евро, рублики. Мне бы сейчас хорошенечко было бы... Планшет для бумаг, да, для документов. Я не вижу, не слышу санитара. Похоже, что все нормально, все тихо. ХДД. Еще один сейф. Тоже бабосы. Нет флешек, нет, жалко. С СКС мы иногда играем. В кустах могут сидеть. Так что... Если что, на тапочку давить. Вот тут на бочках спавнится ключ от коттеджа закрытого, но... Не так часто, короче. Все, мне здесь делать тогда нечего. Я на гряду. Пойдем на ГЭС. Замино. С certой. Продолжение следует... Чтоб даже снайпера не вижу на крыше. А вы замечали такой прикол, что снайперов теперь подвое может быть на крыше? Чё-то хрень какая-то нет у никого. Не понял, а куда делись-то все? Интересно. Где-то сумка ещё была. В раздевалке вроде. Вот она. Молоко. Пойдёт, употребим. Халява известка творога. Пойдёт. Добавил субтитры DimaTorzok 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 вот чё вот куда ладно мы в этот магазин купить можем дайте флешку заспавнились прикинь зато бесплатно чудо выдает 2 где-то на площадке лет не видел слышал то есть все можно продолжать поиск опять ежедневно лучше я сил кабель с него хотя бы провода можно варить а вот лсд по моему у меня уже имеются каша в голове блин этими убежищами квестами кек надо забрать заберем дрелью на всякий пожарный хотя сейчас есть интересного вкусного найдем скидем один фиг во можно в рпск угляди закинуть дрель заберем все подряд что неровно тут лежит все на себя натянем о бумажник мне пару ячеек сейчас освободит я смотрю товарища нет не смотрю опачки и сыгра ну понятно тут два тела лежит стынет респиратор бы забрать то ли лыжнику то ли барахольщику четыре штуки надо будет этих респираторов с галкой по креслу отдать ведь вот это вот мы можем продать да почему ты не хочешь и всякий парик мешаешь и речки ну капец все повыкидывать надо и уши выкинуть надо пофиг все равно застрахованы уши хо-хо-хо как звук поменялся офигеть ну че посмотрим работает лодка нет я так и не понял как она работает но она иной раз такая предательская это лодка бежишь на нее с последней надежды она не работает и сейчас не работает понятно понятно это буфла какой ничуть какое-то обозначение ну тогда на временный кпп я предлагаю двигануть если и там не вариант выйти то придется идти на дорогу на таможню по-другому никак ну зато пошарим по тайникам че стопы тут же тайник есть у меня мой личный вот сюда сейчас походу переселим на бар точно а почему бы и нет почему бы если тихий рейд почему бы не посмотреть тайники правильно ведь а вот отлично местечко чуть освободилась по пузырье может тут дикаря подстрелим еще а вижу и идет себе по дороге по своим делам диким не вижу смысла таскать эту скс она наполовину убитая а веса прилично добавляет что-то куда делся то о чай кабель нормас не пойму он за забором или где чё-то непривычно вообще в этом слимофоне толком не поймешь где он а вон за забором а звук как будто чуть дальше как будто да а звук стрельбы аж оглушает аж перепонки закладывает так это же наоборот должно работать разве нахрен противогаз шлемофоном ковбойскую шляпу по квесту лучше передадим у аптечка нам она нам она наш калибр правда патрон вообще ни о чем фмджи спортивно-развлекательным там тип того сейчас посмотрим как у нас ппп кпп кпп себя поведет там хотя бы есть признак с 29 время хотя бы признак есть что он работает или нет это прожектор но на моих настройках мне же не максимальные настройки мне надо близко подойти к нему короче чтобы определить работает или нет выход сейчас темнеть уже начнет надо валить отсюда темнеет быстро тем более погода пасмурная уже какие-то сумерки опускаются не он не работает не а вау ну шо тогда придется лутаться хе-хе нет худа без добра пойдем тайники смотреть тогда целых три тайника есть по краю премкарты пойду не пойду эти центральные чупа чупс смотреть поглядим что на вышке происходит если дикие или нет прям по краюшку карты сейчас выйдем потихоньку с локации есть клиент нет клиента нет клиента нет проблем звук выстрела такой прямо что-то глушит да без наушников итак первый тайник за сеткой между двух вагонов второй тайник в корягах у канала тогда я еще и трупец дикого попялись это оно бывает так что вроде голенький а иногда бывает так что там и ключ карта от лаборатории или еще какое добро появится полумиллионники какие-нибудь ходят тем более что он в одного тут не знаю тут вообще спавнится что нет в этих машинах но проверять стоит постоянно обновляют добавляют места какие-то спауны добра всякого ну похоже что это не тот случай не наш случай да а нет смотри попить можно мне еще и пожрать где-то есть во всего сейчас сытый довольны ну давай а то прям на дороге тут торчать и хавать очень опасно звука добавили ночное время включилась в торгове пять минут десятого я чё пробежал уже что ли его не 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 я даже не добежал до него тут еще один тайник есть возле воды на берегу крутом это на превью бы втыкать да вот он тайник в кушарах и в тайнике маска можно было бы продать но шляпа мне поинтереснее она мне по квесту пригодится тоже нужно будет барахольчику две шляпы надо будет ну все получается получается что получилось сделать квест долго конечно я провозился но честно говоря ой 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 я азимут хочу забрать еще ковбойская шляпа еще ковбойская шляпа ну точно надо забирать я если честно уже соскучился по берегу тоже хорошая локация нравится она мне вот так вот это круто вот так прогулялся по бережку нормально хороший рейд полезный вкусный нифига как это полчаса я думал минут 20 только кажется целых полчаса лазил тут можем завершать врачебная тайна часть 1 пометили три автомобиля скорой помощи маркерами выжили и вышли с локации пока на берегу больше делать нечего надо ждать квестов от миротворца он там надолго меня туда отправит врачебная тайна часть 2 обыскать комнату в санатории на информацию судьбе исследований терра групп здесь мне нужен будет ключ от 306 комнаты западного крыла на лазурке но пока я по моему у меня нет этого ключа так что придется наверное ждать барахолку либо ходить по локациям шариться в куртках искать ключи так вот марафет навел можно и за дикого я думаю сходить разочек чего бы нет пока выгружать не буду своего чувака пока места есть немного давай за дикаря прогуляемся времени будет скорее всего мало но мне обычно этого времени достаточно чтобы пошуршать по хотя бы нескольким картотекам курткам сумкам пусть дикий тоже внесет свою лепту короче где бы не заспавнился я предпочел бы сразу осматривать либо близлежащие картотеки либо если их нет то бежать в общежитие в двух этажке есть три картотеки в трех этажке есть две картотеки ключи для них никакие не требуются их не так часто лутают так что шансы есть найти и флешку и может быть еще что-то другое по квестам но в общаге тогда 12 минут минут сумочки сумочки курточки к осмотру процессор что это что это я не туда ванул процессор азу ну будто компуктер открыл на заправку не рискну чтобы не тратить времечко хотя постой тут же во времянке еще сишки вроде спавнятся да как зайду там как лежит лаки страйк хоп и нету шприц тайник есть еще рядом тайники но если я сейчас по ним пойду у меня времени не останется на картотеке а в тайниках смотрите что BPXFL вот это вот это шлем теперь дороже чем дикий вместе с тряпками вот тебе и красный таймер подъехал а тут все наизнанку да неудивительно конечно полумаски по квесту да похоже тут вообще качественно перерыли все все двери открыты прям что такое пойдет сразу в хозяйство его так вот уже интересно что то рб ключ какой-то надыбал вот санаторий 314 блин я наверное следующий выпуск прям 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 по курткам прям поковыряться прям пофиг как есть в чем есть буду отправлять своего дикого чувакам на куртке блин я вот лампочки игнорирую зря они же мне еще нужны опачки куртки да тут по хорошему если по курткам ковырять то лучше наверное за основного персонажа выходить чтобы сначала рейда а не в конце да хотя и так смотри ключ его 105 просто времени мало прям открыто мало времени за дикого остается ну чё эти 10-12 минут ключ таможни ё-моё нормально еще бы трешку как лутануть бы трешки-времянки блин тут походу ковряли да картотеку а нет смотри свеча хо-хо-хо это нам надо хард заберем блин электропрель ой еще свеча вообще огонь хочу кинуть вот это кинем полу маски мне нужны будут не сейчас правда но да и встречаются они не так редко тут еще одна у нас картотека имеется но походу вычистили а нет ну такое себе успею не успею не знаю но больших надежд не возлагаю на картотеке которые на той стороне во сторожках в синих находятся но с другой стороны непонятно мне где еще мне искать флешки usb наши там кто бежал это уже наши да ну тогда что у нас тут остается две времянки с картотеками та подальше повкуснее так как там две куртки еще имеется ящик оружейные сумка возможно я туда еще успею так как у меня выход и перекресток и трейлерный оба на оба на а тут пати на хате наши пацанчики ладно двигайтесь ну тогда делим добычу поровну вы идите по этой стороне а я а я посмотрю дальнюю то что повкуснее плюс там еще во времянке прям над выходом есть сумка одна может быть там чего увидим слабенько слабенько застреваю я на квестах которые простенькие сигареты найти там флешки найти я думал на других застрянем не лутано странно конечно хотя возможно лутано просто вынесли уже то что интересно оставили то что не нужно агрессор заберем пожалуй трейлерного парка вот это же прям времянка вот здесь которая под носом 220 вот это хорошо раньше тут висело три куртки если не ошибаюсь две или три куртки или я путаю с другой времянкой а нет тут нет ни хрена все понял значит ключи вообще говно не нужен он только по квесту там нужен будет по золотым понтам но он его выдаст лыжник ключ этот там проблема будет с 303 ключом ну и все вот они плиты мои выход а над ними сумка успеваю еще и сумку поставь опачки кот кота бы забрать чё бы скинуть бинтик вот так во я думал какая-нибудь шустрила или еще какой-нибудь ксеноморф да ладно и тут вкусно не угадал я немножко на той стороне все лутано было а здесь видимо вообще ничего не трогали надо было тут сразу же бежать ну кто знал ладно и так пойдет по другим квестам чуть-чуть есть чего скинуть но то что я на сегодня планировал основные задачи главное выполнил это хорошо хлам уже переполнен надо бы еще один наверное покупать надо два кейса для хлама две свечи зажигания я нашел по авторе мою передаю их акумы наверное потом варить будем а остальные свечи позже найдем я оказывается могу медблок второго уровня себе улучшение заказать но нужно будет просто жгуты четыре штуки а они продаются как раз у терапевта 1332 рубля за один жгут забираем 4 штуки и заказываем улучшение медблока второго уровня 3 часа понадобится ну как раз к следующему выпуску и будет медблок второй вот такие пироги на сегодня были с кренделями все буду заканчивать на этом всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился пальцы вверх это значит что нравится видео внизу там под видео не было меня почти неделю был день рождения у моей моей мамы мы решили съездить соседний город отдохнуть выехали как раз в погоду когда было за 40 градусов вот так вот и пару дней там и попеклись поджарился вообще нормально после такого отдыха оказалось что надо еще денек другой отдыха чтоб хотя бы в горелости эти не так парили так что отдохнули хорошо чего и вам желаю всем хорошего настроения приятной игры увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания